Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня я хотела бы вам показать немного пустых баночек, а также небольшое расхламление и рассказать, как всегда, чем я недовольна, что не так пошло. Давайте, наверное, приступим с пустых баночек. Хочу показать вам потрясающий крем. Это марка Flame Moscow, не так давно мне полюбившаяся. И это у меня Соня. Интересное сочетание. Кожа, табак, мускус, черный перец, черный чай, амбра, сандал, кедр, пачули. Здесь 50 мл, достаточно большой объем, металлическая туба. Можно выдавить все до конца. Крема от Flame Moscow сами по себе, мне кажется, не одинаковые. Единственное, по аромату отличается. Это наш нишевый бренд. Могу сказать, что крема супер шикарные. Они увлажняют, они питают, просто реанимируют ручки. Ручки такие ухоженные, мягенькие становятся. При этом абсолютно нет никакой липкости, жирности, никаких таких странных эффектов. И впитывается он не то чтобы сильно быстро, но и ждать полчаса тоже не приходится. Если немножко нанести и вам нужно работать с бумагами, с гаджетами, чтобы жирные пятна не оставлять, то можно совсем немножко нанести, тогда он моментально впитается. Если вам нужно уже так сильно подпитать руки, то придется несколько секундочек подождать. Шикарный крем. Единственное, аромат здесь не совсем мой. Мне больше понравился крем Мари. Вот Мари я прям хочу и гель для душа купить, и крем для рук повторить. Меня просто этот аромат безумно зацепил. А Соня, он интересный. У них все ароматы интересные. И мне, как не парфуманьяку, достаточно сложно их описать. Могу сказать, что этот крем мне больше как бы мужской какой-то запах напоминает. Здесь я чувствую какие-то травы, горчинку. Ну, тяжело описывать, но немножко не мое. Я бы вот этот запах не повторяла. Интересно по запаху, необычное сочетание, сложно, но не мое. Ну, конечно же, я использовала его до конца. Так, далее закончились у меня патчи Stellar Skin Studio. Здесь у нас 30 штук, то есть это 15 пар. Я их, в принципе, делала и утром и вечером. Гидрогелевые патчи для глаз против морщин и отеков. Ну, наверное, да, легкое-легкое все-таки разглаживание от них есть, но не глобальное. Скорее, это просто патчи как патчи, я бы так сказала. Немножко так освежить, привести в тонус кожу. Изначально в них очень много жидкости, и нужно прямо эту жидкость хорошо стряхивать, иначе эти патчи будут скользить, эмигрировать по всему лицу. Ну, если жидкость стряхнуть, и потом уже, когда останется там половина патчи, то, в принципе, они не скатываются, все хорошо. Стоимость не столь дорога, но стоит учитывать, что здесь всего 15 пар получается. В принципе, нормальные патчи, приятная упаковка, не успеют надоест. Иногда, знаете, какую-то здоровую патчку купишь, и думаешь, блин, я бы уже и другие патчи купила, попробовала. Они все не заканчиваются. Тут раз-два, и все нет. Ну, в принципе, хорошее, положительное впечатление. Но, как мой муж говорит, я фанатка Стеллари. Не знаю, с чем это связано. У меня достаточно редко на канале вы можете увидеть марку Стеллари, просто потому, что у меня нет ряда магнит-косметика. Я не бываю вообще. Где я бываю, я вообще его ни разу не видела, серьезно. Я живу в Москве. Я живу в разные части города, да, в разные направления. Но я ни разу не встречала магнит. То есть на старом месте, где мы жили, он был в минутах так 30 ходьбы от нас. И все. Ну, и, конечно, девчонки, вы понимаете, что я не буду специально из-за магнита тратить полдня, чтобы куда-то ехать, выискивать его и смотреть его ассортимент. Нет, конечно, я таким заниматься не буду. Это я заказывала доставкой. В принципе, думаю, что в следующем, в следующий раз, в следующем году тоже буду такое практиковать. Просто заказывать доставку. Следующий покажу. Это мыльце Rise Day. Это муж покупал. Приятное мыльце. Оно, кстати, идет еще в индивидуальном пакетике, как вот эти все корейские мыльца, зеленого цвета. Такой цветочно-зеленый растительный аромат. Пользуюсь. Нравится. Хорошая мыла. Так, следующее. Что же в расхламление у меня попало? Это будет, может быть, немножко неожиданно. Но я даже хочу с вами посоветоваться и спросить, как вообще такое могло произойти. Почему? Я уже сталкивалась с тем, что я покупала хайлайтер от Estee Lauder. Он мне безумно нравился. И он очень быстро начал высыхать. И терять свои способности. Ну, он мне где-то полгода прожил. И когда мы поехали на юг, Краснодарский край, закончилось тем, что он у меня прям там на месте полностью засох. Я даже не могла вообще пользоваться хайлайтером. Я там не пользовалась хайлайтером, потому что я взяла его, как бы, а он там окончательно засох и просто потрескался. Я его там и выбросила. А тут хайлайтер и лазур. Достаточно новенькая моя покупка. Я ее, как бы, хвалила. И можно увидеть, я бы не сказала, что он замылился. Вроде бы и не замылился. Вроде бы хорошо набирается. Но проблема в том, что он полностью перестал сиять. Вы можете его наслаивать хоть 10 тысяч раз. Вы видите, тут достаточно такая хорошая явка, хорошее углубление, с учетом того, что я там его купила, ну, совсем недавно, месяца полтора назад, два. Он вообще не сияет. Вообще. Как такое произошло? Вот видите, здесь вот как бы видно сияние, а здесь просто как розовый цвет. И вот так вот выглядит. Он какой-то суховатый, но это я изначально заметила, что он прям такой, знаете, суховатый. Но он набирался хорошо, и было такое не ту матч свечение, не вау, у вас из космоса видно, но такой приятный, холодный хайлайтер, который заметно. Сейчас его вообще не видно. Вообще. То есть просто у меня видно на лице какие-то слои косметики, которые я пытаюсь наслоить. Да, естественно, это уже все смотрится некрасиво, просто потому что, если накладывать сто тысяч слоев, эти сто тысяч слоев рано или поздно невооруженный взгляд заметит, и, ну, просто я не вижу смысла им пользоваться. Почему так произошло? Как так произошло? Я даже не могу сказать. Ну, нет смысла им пользоваться, потому что его просто вообще не видно. Очень жаль, потому что я как-то и косметикой, и лазурь заинтересовалась, и упаковки у них красивые. Хайлайтер я, в принципе, приобрела достаточно бюджетно. Но мне девочки, кстати, писали об этой косметике, что она ничего такого вау не представляет из себя, что в основном, как бы, там деньги буханные в упаковку. Но мне изначально этот хайлайтер очень понравился. Он так красиво, благородно смотрелся на лице, его было заметно, но сейчас я вообще ничего не вижу. Я вот вчера стояла, наслаивала, наслаивала, наслаивала его, я не вижу вообще сияния, то есть его вообще нет никакого. Очень жаль. Следующее, это Russian Beauty Guru, якутские бриллианты, тени жидкие, вы видите, да? Вот так вот, я их хорошенечко так подвузала. Можно даже сказать, что если бы я на них подналегла, возможно, я бы их до Нового года закончила, но, честно, мне надоело с ними возиться. Они у меня как-то летели в расхламление сразу, после того, как я их купила, потому что, во-первых, там неудобный вот этот вот сконжик, он очень острый. Он очень твердый. Кстати, я тут сняла даже ограничитель, потому что ограничитель, эта палочка какая-то короткая, и стояла ограничитель, невозможно было уже продукт как бы достать. Хотя его там было много, половина, поэтому я сняла и как бы пользовалась без ограничителя. Вот такой вот красивый цвет, голубой, на самом деле, он с розовым, как бы, с розовым дохромом. То есть, я надеюсь, что будет видно. Если вот так вот преломление как-то споймать, даже с сиреневым каким-то, очень красиво. Но этот тени, после того, как я начала, знаете, читать обзоры на эти тени, всех рукают, что неплохо разносятся. Действительно, такое впечатление, что это какой-то как клей ПВА белый, разведенный краской. Хотя здесь этого не видно. Он полосит, он пятнит. Они тени, не клей. Они полосят, они пятнят, они плохо ложатся. Но я при помощи кисти приспособилась с ними, как бы, красить глаза. Но, девочки, это такая морока. И когда спешишь, а ты вроде взял эти тени, тебе они вроде бы нравятся, по, ну, вот оттенку, вот так вот, и начинаешь с ними возиться, у тебя что-то не получается, они схватываются, начинают просто какомковаться из-за того, что пытаешься наслоить, потом пытаешься растушевать, потом пытаешься потереть. В общем, привести это как-то все в божеский вид какой-то. Но, вчера была последняя капля, потому что я спешила, и ребенок меня ждал. В общем, получилось так, что я на просто вот на тени потратила какие-то сумасшедшие, не знаю, полчаса, наверное, пока я их то нанесла, то растушевала, то там пятни, там потерла. Короче, это какая-то вот морока такая, что если вы хотите именно краситься, вам реально нужно полдня свободного. Поэтому у меня просто уже лопнуло терпение. и иногда вроде бы более торопишься, понимая, что ты побежала, и выглядит это все несуразно, некрасиво, плюс они достаточно такие заметные, и на них будут видны косяки. То есть, это не то, что там полупрозрачные, еле душа в теле тени, которые там даже если что-то как-то не так, никто не заметит даже. Здесь нет, здесь будет малейший косяк заметит. Поэтому мне просто надоело с ними возиться, я хочу от них избавиться, и в общем на этом все закончить с тенями Рашен Пути Гуру. Больше, конечно, покупать не буду, хотя мне хотелось попробовать от них еще какие-то продукты, но я, конечно, понимаю, что может быть что-то прогрешно, что-то выигрышно, но знаете, как-то вот мне казалось, что это самый крутой у них продукт, и вот такой вот облом случился, так что вот это вот все я думаю, что, наверное, еще перед самым Новым Годом будут какие-то пустые баночки, потому что у меня есть там большие банки, которые не закончатся на этой неделе, но, возможно, закончатся на следующей, и из косметического я думаю, что это все, потому что покупки я не предполагаю никакие, предполагаю подарки, предполагаю покупки прямо после Нового Года, буду с вами прощаться, всем спасибо за внимание, всем пока-пока!